Пусть о тебе Что, дескать, проку в той войне С какой бы радостью печали Тревожить прошлое теперь Когда своих забот хватает Да только боль былых потерь Сквозь годы в сердце прорастают Вечня о лаврах и цветах И не о пригоршнях салюта О тех, кто сгинув на фронтах Лишен последнего приюта Едва ли наша в том вина Ответ присущим посторонним Нет, не окончена война Нет, не окончена война Пока солдат не похоронен И если память под ружьем Судьбу в обозе не пристроишь И нам смертельный медальон Дороже всяческих сокровищ Вдруг расшифрованной строкой Души нет лента и с боянием Миссией, Господи, покой Миссией, Господи, покой Наш поезд, наше покаяние Он для тебя и для меня Стал чередою рукопашным Мы вновь на линии огня Во имя безвести пропавших Во имя нынешних живых Во имя всех идущих следом Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Навстречу будущим победам Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Дорогой мирных штыковых Навстречу будущим победам Добрый вечер, дорогие друзья! Присаживайтесь, молодые Анарик, 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 к сожалению Дорогие друзья, что-то, не знаю, как у вас У меня тут некое чувство усталости От суеты И сегодня мы будем говорить о настоящем О сущностях Сказать, слава Богу, что повод для этого есть Наверное, да Потому что то, что стало историей Это уже история, и нам ее не изменить А то, что есть память об этой истории Слава Богу! Сегодня я хочу поздравить вас с праздником Сегодня начало контрнаступления Наших войск под Москвой Которое случилось 76 лет назад И сегодня, ну, наверное, все Сознательные люди Если уж не говорят об этом, то вспоминают Наша сегодняшняя встреча Приурочена немножко к другому событию Но имеющая непосредственное отношение К Великой Отечественной войне Мы уже третий год уже по традиции Собираемся в этих стенах Для того, чтобы почтить память Тех солдат, которые остались неизвестными И многие из них до конца жизни Наших вселен К великому сожалению Эта памятная дата 3 декабря Возникла уже 4 года назад И инициаторами ее появления Были люди, которые посвятили свою жизнь Поиску Поиску Тех, кто остался на полях сражений И их ближайших родственников И сегодня у нас в программе Руководители, командиры поисковых отрядов Александр Фарафонов Отряд «Катюша» Алексей Васильев Отряд «Последний бой» И Алексей Тябин Командир отряда «Чип и меч» Если Александр и Алексей Уже достаточно частые гости В нашей программе Алексей у нас тоже присутствовал Но в качестве зрителя Сегодня мы его пригласили Для разговора о том направлении В котором Которое мы положили тоже И начнем мы наш разговор Наверное Все таки Немножечко прикоснемся К истории поискового движения И я попрошу Александра Несколько слов сказать О том Как оно сформировалось И как давно И как пути тебя привели В это направление По поводу поискового движения в России Ну В следующем году Получается 18-е У нас Отмечается 30 лет Создания Поискового движения Ну не поискового движения Вообще Поисковой деятельности Скажем В России Но Еще до 88-го года Когда была проведена Первая вахта Памяти В Калуге Это было по-моему В октябре На территории Советского Союза Тогда еще проводились Мероприятия Тогда их называли Красные следопыты Ну пионеры Занимались опросом Протоколированием Каких-то вещей Искали какую-то технику Но Конкретно Прям похорон Команд На уровне Вот именно Патриотического воспитания С молодостью не было То есть Занимались военные Конкретно Ну и на случай Если там Предстоятельство Какого-то Здания Обнаружили Такое Днющенное захоронение Вызывали военкомат Все это делали Перезахоронение Потом Некоторые Энтузиасты На уровне Вот этих Комсомольских Собраний Партии Предложили Организовать Подобную Организацию И после развала Советского Союза Как бы Идея осталась Жила Потому что Люди не поменялись Изменилась страна Люди остались Теми Ну и как В восемьдесят восьмом году Они собрались Провели вахту Началась ежегодная вахта Проводиться вахта Сначала Это было В основном В боевых регионах Нашей страны Потом Уже Начали Организовываться Поисковые отряды В регионах Дальних Там И в Сибири Потому что Приезжали искать Но тогда На сегодня Как бы Уровень Техники Возможности Найти Тех же родственников Все же проще Раньше Это все было сложнее Не было какой-то Взаимосвязи Общих баз Ну и не было банально Интернета То есть Я в поиск попал В восьмом году То есть Я помню как мы искали Солдат Именно просто письменные Запросы И периодически Некоторые запросы Ну приходилось Адресат не найден Родственники не найдены И все И на сегодняшний день Даже есть такие случаи Когда Через восемнадцать лет Солдаты Нашли И только через восемнадцать лет Она Находит Родственник То есть В любом случае Поиск Родственника Когда еще в школе Учился Принять участие в вахте Ну и как-то затянуло Впечатлило И продолжил До девяносто восьмого года Я этим занимаюсь Со школьной скамьи Я прошу прощения Ребят Обращайтесь к молодежи Акустика зала такова Что любой шипоточек Слышит У нас тема сегодня Очень серьезная Я попрошу вас Отложить все ваши Я не удивлю Они серьезные Разговорные Давайте мы их Отложим на ходу Спасибо за понимание Алексей Вы скажите Пожалуйста О том Как вы пришли И как давно Вы в поиске В поиске Получается Совсем недавно Начинал я С поискового отряда Катюша В поискового отряда Катюша Меня позвал Мой Так сказать Студент Я работал в университете И мы со студентом Поговорили на тему Великой Отечественной войны И он Так Обмылся Что Все Он сказал Что мой дед Погиб в Демянском Он служил В первой гвардейской Воздушно-десантной дивизии Вот Он сказал Что мы там Проводили поисковые Работы Ну Мы с ним Заговорились И получилось так Что Он меня пригласил В поисковый отряд Вновь созданный Поисковый отряд Катюш И до сих пор Являюсь В этом Отряде И Получается Уже год Являюсь Руководителем Поискового отряда Щейки ВЕЧ Мои воспитанники Это Курсанты Колледжа полиции С которой Мы В принципе Уже с 15-го года Выезжаем У меня Места Где Проходили Жестокие бои И мы Поднимаем бойцов Вместе С Вместе Это Предположительный офицер Почему Потому что У него Найдена Большая Звездочка Это Ирина Предположительно Это Либо Младший сержант Или Сержант И За время Получается Он был Верховой Просто Его Травой Так Заволохло Занесло И Это Травой Это значит На поверхности Да Он был не захоронен Как погиб Так вот Лежал на этом месте И получается Близлежащие деревья Разнесли Корни деревьев Разнесли его Буквально На полтора Четыре метра И Видимо там был пожар Неизвестно Либо Лесной был пожар Трава Шигали Такой тоже может быть Нет Знаете Именно в одном месте Были угли И Обгорела Именно вот Часть Тазовая часть Очень сильно Обгорела Подположительно И Позвоночник Были настолько мелкие Детали Останки костей Были настолько мелкие Ребята Четыре дня Где-то пять дней Мы поднимали этого бойца И Пересеяли Буквально Всю глину Которая там была Всю землю Ну Что смогли Поднять Подняли Спасибо большое Этим ребятам Я очень благодарен Что они вообще Выезжают Соглашаются Потому что это очень тяжело На самом деле тяжело Сидя Людям Которые на все это смотрят Думают Что это просто вот выйти И как будто как Ягоды собирать На самом деле Это очень тяжелое Это грязь Постоянно порванные сапоги Постоянный Постоянный дождь Это Какие-то грязные Немытые люди То есть Постоянно голодные Или жажда Какая-то Это Очень ценное Эмоциональное Проживание Уже вот эти Ребята Кто прикоснулся К этой ситуации Уже по-другому наверняка Смотреть на жизнь На мир На свои поступки Многие курсанты Говорят Что их жизнь Поменялась на две части То есть До Поисковой работы После поисковой работы Они по-другому Смотрят теперь На мир По-другому Смотрят военные фильмы Кадры Военные хроники И с удовольствием Соглашаются На следующий выезд Все правильно Это тяжелая Но очень интересная работа О ней можно говорить много Задерживать Не будем Ну Алексей Ваша очередь Тоже о своем пути Да Как Алексей рассказал У каждого свой К этому пути У меня же он был Тоже очень специфическим образом Я стал свидетелем Отношения Так сказать Одного чернокопателя К останкам советского солдата Да И как жизнь правила Вот Алексей опять же Отметил Что жизнь действительно Поменялась на до И после То есть я увидел Отношения Человека Которому были Интересны Исключительно Только находки При солдате Да И чьи это останки И как что чего Ему было просто откровенно Наплевать Да И вот это стало Это служило моментом К ключевым К изучению Непосредственно Всего Поискового дела В целом Как давно это было? В 2009 году Вот Мы выезжали на Ну просто так сказать Отдохнуть на шашлык На пикне Да И там один из моих приятелей Я взял металлоискатель Ну и решили Он говорит Пойдем Пройдем Здесь интересы Потому что монеты какие старые Ему исключительно Был его интерес в том Чтобы найти какую-либо Историческую вещь После этого? А после этого То есть как говорится Все изменилось Вот Я вступил в поисковый отряд Да В то время назывался Центр Ну и Жизнь идет Жизнь не стоит Развиваемся А судьба Кому? Солдат Он оказался безымянным Да, конечно же Вот Мы тогда начали Искать Я начал искать Организацию, которая занимается Поиском Как раз это был отряд Центра Вот Я сообщил о том, что Как найдены останки В этом ничего не понимал На тот период времени Ну и соответственно Его изгумировали Оказался солдат безымянным И Сейчас он со всеми почтными Предохороны На Ржевском мемориале Держава Тверской области Спасибо ему большое За то, что Тому Черному копателю Да Который Вывел тебя На эту дорогу Даже Даже Вот Такая ситуация Может послужить Доброму делу Я думаю, что И И У него-то тоже, наверное Что-то Изменилось Ну У нас как бы Общение с ним прекратится Дальше Ну Это уже Дорогие друзья Для тех, кто Не знаком Особенно, касается Молодежи С деятельностью Поисковых отрядов У нас есть небольшой сюжет Снятый Телеканалом Звезда Как раз О деятельности Вот Отряда Алексея Давайте его посмотрим Да Это 2013 Имена двух героев Великой Отечественной Стали известны Благодаря поисковикам Во время раскопок На поле под Оржевом Они обнаружили Сохранившиеся медальоны Красноармейцы Погибли в 42-м Когда там шли Кровопролитные бои Теперь добровольцы Ищут их родственников Антон Подковенко Передает Из Тверской области Вечная память И миражи воспоминаний На этом поле Так называемой Высоте 200 Погибли десятки тысяч Советских бойцов Даже довольно тяжело Говорит на такой земле Находимся Это сейчас как бы мирно Это поле засеяно Да Здесь сеет хлеб Ну или какие-то посевы В то же время здесь был буквально Лунный пейзаж Здесь было все усыпано Останками человеческих тел Это называется разведка Опытный поисковик Может на глаз Без привычного металлоискателя Определить где гильза А где обломок каски Вот кусок каски Земля с натугой Словно выдавливает Из себя следы войны Говорят поисковики Но там где весной Будет трава Сейчас до сих пор Ржавчина и кровь Это поле Буквально пропитано Кровью Каждый Буквально каждый сантиметр Земли Если идти По этому полю Можно искать Остатки амуниции То есть Здесь везде была война Если Например Солдатская ложка Достатки Солдатской ложки Сходу не определить Чья она наша Немецкая Скорее всего наша За ржев В сорок втором году Захвачены немцами Бились в том числе И в рукопашную Вот такими саперными Лопатками Саперочка Даже джип с трудом Проходит ржевскими Тропами Лужи похожие на озера Фонтаны грязи Вязкая глина Словно каток При том что сейчас По сравнению с сорок вторым Здесь очень сухо Тогда тут были болота Любые работы Они сопряжены Вот с такими Даже условиями Бездорожья Ну конечно Здесь приходится Иногда И поработать Лопатой Не только на поле Но и на дороге Овраги Ветви Незнакомые маршруты Быстрее просто невозможно Полевой лагерь поисковиков Готов уже через 15 минут После того как они нашли Так называемое Место дислокации Палатки вздуваются Словно бы сами по себе В каждом лагере поисковиков Есть некое символическое место Куда специалисты Приносят находки Здесь под Оржевом Земля буквально звенит От железа Вот к примеру Каска советского бойца Здесь же десятки гильз От фашистского И советского оружия Саперные лопатки И все это обнаружено Буквально за три часа Здесь погибли сотни Советских бойцов Найдены двое Тщательно проверенные данные 52-я стрелковая дивизия Гнидин Сергей Трофимович 21-го года рождения И Михаилин Николай Их медальоны нашли Совсем недавно Будем очень рады Если кто-нибудь поможет Установить Хотя бы каких-то Родственников его Чтобы передать эту записку Михаилина Николая Сергеевича 1909 года рождения Служил он В 52-й стрелковой дивизии Его адрес на тот момент был Город Кунцево Московской области 25-й участок Барак 8 Квартира 4 Выше глубины этого неба Ярче осенних берез Неожиданный и величественный крест Ото всех поисковиков России Пока безымянный Но поисковики уже готовят Список фамилий Всех найденных На этой земле бойцов Антон Подковенко Артем Меркушев Никита Коношенков Телеканал «Звезда» Тверская область Обратили внимание В каком идеальном состоянии Вот это вот Элементарная бумажка Даже это не специализированный план Это просто Обрывок бумаги На которой боец Написал свою фамилию Имя И куда обращаться Кому передать Информацию Если что Вот Алексея удалось Все-таки Разыскать Я знаю что У нас есть фотография Михайловна Николай Сергеевич Покажите нам пожалуйста История солдата Точнее его Оказалась очень интересной Мы когда начали искать его родственников Соответственно Ну Обратили Эту БД Нет Это Хазов Если можно пожалуйста Михайловна Вот И в общем Нам По базе было указано Что Солдат был убит В августе 42-го года И Уже Является Захоронен В Богорелом городище Это примерно 40 км От места Где были найдены Его останки То есть мы понимали Что это какая-то ошибка Потому что Останки И медальон есть А по всем документам Он числится Уже захоронен Вот А так как он был родом Из Москвы Очень Очень Еще раз повторюсь Было непросто найти его родственников Потому что Ну как говорится Город огромный Вот И мы используем И барак этого в деревне Не Кунцево Да Кунцево сейчас это стало Как район Кунцево Понятное дело И мы начали писать Во все возможные станции То есть это был И там интернет И радио И телевидение Мы просили Вот И в итоге Мы подали Объявление В газету Вечернюю Москву И тут Разрался Неожиданный Звонок Мне позвонила Внучка этого солдата Так она представилась И как бы сообщила Что возможно какая-то ошибка То есть Потому что наш дедушка Он является Хороненом уже Вот Мы Ну Мы были просто в отчаянии Потому что действительно Какая-то головоломка своего рода И как мы начали Мы понимали Что вот этот солдат был найден в одной воронке Еще с пятью солдатами То есть Экспертизу генетическую было проделать невозможно Вот Я задал вопрос Мол сохранится ли какие-нибудь Возможно письма с фронта Либо еще что-нибудь Вот Мне внучка ответила Да Есть письмо с фронта Если вы обратили внимание Вот на почерк и записка Такой был очень необычный почерк Именно каллиграфический Да И мы попросили это письмо Именно которое было с фронта Нам Они прислали это письмо И соответственно Как бы вопросы отпали само собой Потому что даже было видно Что вот желтый листок И то Как бы желтое Вот это письмо То есть такое ощущение Что именно смертный медальон И то письмо Они были из одного блокнота Вот И как бы Тем самым Разгадали эту Ошибку Ошибку тех лет Вот Мы к сожалению не знаем Кто захоронен под именем Михайдена В Погорелом городище Но теперь мы точно знаем И уверены Где лежит Покоиться Вот Непосредственно герой Освободитель Михайдена Вот Его дочка жива И она уже в преклонном возрасте Мы проводили вечер памяти в 2000 Не помню 13-м либо 14-м году Она к нам приезжала В школу 11-07 Мы проводили вечер памяти И вот там в торжественной Обстановке Вручили личные вещи И вот смертный медальон Вот Его дочери непосредственно Был интересный момент Когда вот Там она из своего архива Привезла фотографию Вот на фотографии Он И держит ее маленькие Как бы на руках И еще тоже отметили Что вот К сожалению Нет этой фотографии Но такой момент тяжелый Да Что вот на сцене стояла его дочь А на заднем плане Была фотография Где вот найден ее отец И ее держат на руках Низкий поклон вам Сколько же судеб Камало в лето Сколько страданий Сколько подвигов О которых мы даже не догадываемся А вот второй боец Гнитин Сергей Трофимович Гнитин Сергей Трофимович Да Тоже очень интересная история Уходили В корни его В Нижегородскую область Закрытый город Саров Вот Нам там удалось Найти его племянника Вот Но так как Это город очень маленький Соответственно мы опять же Когда искали родственников Мы пытались Ну все возможные Как говорится Переминить Способы для поиска Вот обратились в СМИ Да Ну опять же Это для города маленького военного Это была сенсация Своего рода И Откровенно говоря Его просто ну Замучили что ли Ежедневными звонками Интервью и так далее Вот Человек закрылся И сказал все Я как бы не хочу На эту тему в дальнейшем общаться Но к сожалению К лучшему Это не конец этой истории Потому что в 2016 году Мне расстался на телефон Звонок И на том В конце был голос Увидать по Отлу возможно Либо по матери Как бы родственники Этого солдата И они сообщили Что это наш родственник Ну Как бы понятное дело Искренне поблагодарили И сообщили Что живут они В Алексеевском районе Тульской области Это в общем Рядом Прямо с моей дачей То есть вот настолько Как бы тесен мир Что как бы Огромная земля планета А когда вот это Все И вот Когда все сходится Паздо складывается И вот Как бы Признаться По определенному Обстоятельству Вот пока Медальон еще не передали Но очень Вот обязательно Тоже планируем Привезти в вечер памяти И тоже в торжественной Обстановке Передать последнюю весточку Этого солдата О чем Как вам И все Солдаты Упоминают Обязательно Этого сообщества Но солдат перезахоронен На ржавском мемориале Со всеми почестными Тоже как положено В 2014 году Спасибо Ну дорогие друзья Давайте Поговорим может быть О итогах этого года Саша Что Яркого Интересного В этом сезоне Ну во-первых Несколько слов Для тех кто не знает Что такое сезон Поисковый Какое время вы работаете Значит Поисковый сезон В принципе Он Может и зимой быть Мороз Как бы Ну он не кончается То есть Есть Моменты отчетности Перед Министерством обороны И как бы с этого момента Можно сказать Начался уже новый сезон Вот на сегодняшний день Уже пошел Сезон 2018 года У нас Потому что в ноябре Мы уже отчитались Как бы Все протоколы Созданы И Теперь уже работаем На 2018 год Вот В этом году Интересного В принципе Мы Можно сказать Начали Сезон 2017 года В январе Приняли участие В подъеме Бомбардировщика Пе-2 На территории Зубцовского района Турстовской области Это было 22 января Провели экспедицию Нашли двигатели Подтвердили Подтвердили Но судьбу экипажа Установили Наверное Через дня 4 Они Выпрыгнуть успели Единственное Там В связи с подбитой Он где-то в районе На этой древне Захоронен Этими жилетчиками Вот Потом Мы Приняли участие Ребята Из-за Поискового отряда Катюшин В сводной Группе Поисковой В экспедиции В Северную Осетию Высотой Ильхатова Представляли Как бы район Москву В целом Несколько отрядов Он был со всей России Там из Казахстана Приезжали Ну там много Из Алании Из Осетии Человек из каких-то регионов Бывших стран Советского Союза Из Чечни Были поисковые Тотцы Это значит, что мы работаем Да Это То есть можно сказать Да Можно оценить нашу работу Если мы в этом участке Где все там назывались Такое название Некоторых боевых регионов Долина Смерти Да Если в Долину Смерти Приезжают какие-то Нехорошие чернокопатели И ничего не находят Значит отсюда Видна работа поисковиков Ну и уже мы Низля не делаем Вот Поискового Наша организация Я знаю Ребята Даже уже Две подводные лодки Смогли Баренцево море У нас и на небе И на подводу И на земле Поиски Сегодняшний день И Самое приятное Что все же И число отрядов Растет То есть все равно Какой-то прогресс идет В этом направлении К сожалению С молодежью Конечно сложнее То есть Основной массе Это такое Поколение Наших с Алексеем Ну Молодежь еще Наверное Не совсем Проснулась Придет время Ну Всему свое время Нет У нас были неприятные моменты Когда пытались там Через социальные сети Обнаружить там Свидения о солдате И вот Молодежь именно В 2000-х годах Писала какие-то Комментарии Нелепые Зачем мешок гостей Ну то есть Неосознанно Ну и здесь я думаю Пробел Нашему образованию Школы Спасибо Алексей Поделитесь Своими Достижениями Ну Здесь можно сказать Не то что пробел В общеобразовательной школе Вся Система воспитания Конечно стоит В первую очередь С родителей Как родители Привят Ребенку В какое дадут Воспитание Какое он и будет Родина начинается с семьи В первую очередь Я Пытаюсь В данный момент Как руководитель Своего отряда Привить Своим ребятам Непосредственно Тот Патриотизм Воодушевить На новые Идея И Всегда Когда мы Уезжаем В поиск Стараюсь Подготовиться Подготовить Какой-то рассказ И немножечко Рассказать Такое небольшое эссе О том что здесь происходило Это еще Подводное Изучение истории Это наверное И интерес Проявляется У ребят Благодаря вот таким вот вещам Да Обязательно И показываю то место То направление Куда наши Войска наступали Откуда Как сказать Где можно было Ожидать Смерть Куда наши Войска Буквально Вырезались В те Позиции Где находились Немецкие Войска Пройти Тем же маршрутом И ощутить всю тяжесть Просто Пройтись Как бы С его сачком Когда на тебя Не стреляют А там Ребята Солдаты Бежали И Полусогнувшись Встать Побежать Встать Побежать Еще и снаряды И пули Здесь Было сложно конечно Выжить Как мне один Преподаватель Сказал Что на войне Погибал Самый Плохо подготовленный Физический человек Первая пуля Всегда того человека Была Кто был Физический Слава подготовленный Человек сказал Погибали Смелые Ну Может быть Ну не знаю Не всегда конечно Я не думаю что Погибали Наверное первое Первое это время Не только Не только смелые Погибали Хотя может быть как раз Первое время погибали смелые Пока Пока еще не было Пока еще не научились воевать Кто-то боялся Да Кого-то у нас на территории района Жил Совершенно удивительный человек Геннадий Иванович Звеков Курская битва Взятие Берлина Вот У него оба родители были Репрессированы И он Сказал Как-то Что Отец своей судьбой Спас его От Неминуемой гибели То есть его не сразу призвали А в сорок втором Начале сорок второго Когда уже Брали всех подряд И вот Он дошел до Берлина Правда Говорит Орденов мне не полагалось Как сына врага народа Которого Потом конечно реабилитировали Как отцу не было Не имел права на могилу Так Я не имел права На особые награды Но Человек удивительный совершенно Судьбы и такие Очень много Спасибо Алексей И У нас этот цветон прошел Довольно таки интересно Вот Мы Обнаружили 15 солдат Останки 15 солдат И 10 солдат вермахта Вот По поводу наших Солдат У нас есть Определенный свойство Сленг Уж вы нас извините Да Вот Есть солдаты потеряшки Это те которые Одиночные Действительно те которые Пробавшие без вести А есть те которые Эксгумируют Санитарные захоронения Соответственно цифры Совершенно разные Вот Например Отряд наш Да С 2013 года Мы Эксгумировали 177 солдат Из них 20 именных Именно Госпитальное захоронение Не было ни одного Вот В то время как Некоторые иные Отряды Это тоже нужно делать Потому что В госпитальном захоронении Лежат солдаты С медальонами Которые числятся Пропавшим вестность Вот Там цифры соответственно Эксгумирных солдат Совершенно иные И по тысяче И выше У каждого свой поиск У нашего отряда Непосредственно ищет Так называемых Так я уже говорил Потеряшек Вот По поводу По поводу немцев Очень все Как сказать Двойственно что ли Неоднозначно Да Вот Мы когда Умерли Останки первого немца Это было Как Это было Тоже у них Так сказать На боевое захоронение Мы долго думали Стоит ли нам Их дальше Поднимать или нет Потому что Есть Народно-германский союз Обычно Куда сообщаются данные Это Как бы Организация Посольства немецкого Соответственно У них тоже есть Какие-то определенные Поисковики Которые копают Именно немцев Вот Но мы Как бы Решились вообще Стоит поднять Или не стоит Потому что там Ну сначала один пошел солдат Потом другой Ну и все-таки Пришли К единому мнению Что Есть Интерес их Их сгумировать Точно так же У них были смертные Медальоны Они были Алюминиевые То есть Не то что у наших Советских солдат Которые там статистика На десять Но дай бог один В лучшем случае Будет именной Из ста Наверное Один будет именной У немцев Буквально Каждый Был жетоном Каждый именной И вот Как бы Было много моментов В отряде Кто-то говорил Не надо их поднимать Пускай этим занимаются Их Но мы решили Что все-таки В сгуменном останке Немецких солдат И передадим Эти жетоны Пускай это будет Как Шаг что ли Чтобы Их потомкам сообщили Чтобы Они знали Кто такие русские люди Что они Даже Отдадут Потратить свое время На то Чтобы Их Знали дети Что Их родственники Лежат в нашей земле Извини пожалуйста Я тебя Немножко прерву Мне вот что интересно Ну Все наверное в курсе Да С этой ситуацией Скорее Из Уренгоя Да Все наверное Слышали Да Оплошность Или неоплошность Мальчика Который Проявил чувство Сожаления О том что Бедные Несчастные Немцы Погибли Вот как Вы отреагировали На эту ситуацию А можно Я просто Недавно Буквально Обсуждали Эту тему Ну во-первых Началась Травля на мальчика Неправильно Потому что Действительно Как он уже дал Комментарий Что его выступление Было Редактировано Да И то что нам показали Ну и сказали Неправильно Он Можно проводить Параллели между Солдатами Да Их как то оправдывать Немецких солдат Вот они солдаты Но были же те Кто Были тоже подневольные Не все Он рассказал в принципе О капеллане Который был То есть он не брал в руки оружие Просто И он посчитал Что его судьба Несправедлива Вот Ну Здесь Я считаю Минус наверное Учителю Истории В школе Но Но Тогда Куда У нас Правительство Я знаю Некоторые случаи Когда в некоторых городах День 9 мая Спасибо за победу И портрет немецкого солдата Вешения В городе Или В Самарике Или в Тольнятие В юбилей Гагарина Написали Алексей Гагарин То есть Это опять Это вот минус образования Нашего Потому что У нас Получается Что не могут заинтересовать Учеников И он Одной рукой в смартфоне И учителя слушает Здесь уже И на мальчика Ну Травляет Ну бессмысленная На мальчика бессмысленная Но смысл наверное В этом все таки есть Для того чтобы обратить внимание Учителям Не только истории Да И самим детям Что слово не воробей Выпустишь Не поймаешь Тем более На таком уровне То есть это Я больше думаю Это политика Потому что у нас Выборы президента Российской Федерации У нас есть ряд Всяких либеральных сил Которые У меня в отряду в свое время Пришел мальчик Девятнадцать лет Ну Я скажу так В то время Еще был представителем органов И Увидел у него На рюкзаке белой ленточкой Я спросил у него А мы поднимали Экзумировали В Московской области Подыски как раз Солдата И спрашивал у него А белая ленточка Ну это Левые Радикальные Каким движениям Я у него спросил А лучше георгиевскую Ленточку Повесил что-то И он Начал мне пояснять Что абсолютно Девятнадцать лет Человеку Что в Москву отстали русские Что Россия Для русских Москва Для москвичей То есть у него в голове Не может положиться Что из Узбекистана Были дивизии Которые отстаивали Поступы Москвы Из Казахстана Что даже монголы Воевали под Ленинградом Он этого не знает Вот Он считает что Это все русские И русские То есть идет Расслаивание Вот этой вот Населения Да У нас монгонациональная страна И у меня в отряде Есть и татары И дагестанцы Ребята копают То есть И никто там И русские соответственно И никто там Друг друга на ножи Не сажает И не оскорбляет Все дружно Выполняют работу А здесь Получается Как-то все Однобоко Сначала Пытались у нас Расслоить Именно По вероисповеданию Вплоть Вспомнили Старые Славянские Корни Ну то есть Тут И здесь То же самое Это все Политика Обидно Что берут Какие-то вещи И пачкают Грязными Политическими Руками У меня товарищ Ну знакомый Морловской области Возглавляет Поисковые Объединения Огненная дуга Уже взрослый Мужчина Такой достаточно По-моему судебных приступов Чеченский конфликт Прошел Ну как-то Вот он Два года Человеком Мировоззрение поменялось И он начал В свое время Очень удобную позицию По поисковикам Он начал копать Санитарные захоронения Брошенных деревень По факту Санитарное захоронение Ну учтенное захоронение И по нему Есть списки Он находит эти списки Поднимает захоронение Точное количество Подгоняет Ну это То есть я нашел 204 А у меня списки 204 Значит все Он составляет протокол Эксгумации И отдает Тем самым увеличивая Потери в войне Искусственно Это нельзя так делать Вот И в этом году Непонятно был Проведен конкурс Российским военным Историческим обществом В Петербурге Им вручают Награду Лучший поисковый Отряд России И на вопрос Ну а как можно Оценить работу Поисковика Лучше или не лучше Мышки спортивные Любовно занимались То есть это Как сейчас А все это просто Ну политикам Вот именно Показать свое Вроде мы Да лучше мы Которые статуэтки Эти сделали Они в каждый поисковый отряд Я не знаю Думаю Тушенку купили Это было бы лучше И были проведены экспедиции И все И вот это пошло числа Человек И мне заявил Взрослый Ему 50 с чем-то лет Человек Зато я поднял Установил 204 имени Да вот Если даже ты одно установишь Это уже работа Стоящая А когда Начинается Уже можно сказать Что ты не зря Жил на этой земле А у нас есть К сожалению Такие моменты Можно кладбище копать Тоже говоришь Что это советские солдаты А зачем это делать Спасибо Саша Алексей Извини я тебя прервала Да Ну немножко Подведу итог Меня просто все Немцы не отпускают На самом деле Я был и противник И сторонник Но потом мне сказали Одну вещь Давай мы поднимем Этих немцев Отдадим На народный немецкий союз И пусть И как бы будет Интересный вопрос Что мы Эксгумируем Наши солдаты Они сообщают нам В той же В Польше В Прибалтике И во всех Вот Пускай Они знают Что мы Эксгумируем И вернули А они Сносят Наши памятники Да Еще Вот Я не сказал Интересная находка Тоже мы зацепились В этом году За самолет Самолет П-2 Везет на эти самолеты Да Вот Но сейчас работа Приостановлена В связи с погодными условиями Ждем мы холодов Ждем когда прихватят землю Потому что глубина залегания Самолет около 4-5 метров И соответственно Физически Руками Докуда можно Мы докопали Остальное просто опаливается земля То есть нужны морозы И нужна спецтехника Ждем как говорится Январских и февральских морозов И будем эксклюмируя Встретчиков Ну Мы как бы искренне верим Потому что Остатки Прошу прощения Остатки Остатки амуниции И останки солдат Фрагментально уже Найдены Да Спасибо Дорогие друзья В этом году Ровно месяц назад Первый вторник Это был 7 ноября Да В этом зале Прошла презентация Фильма Режиссера Из Курска Светланы Герасимовой О участнике Великой Отечественной войны Который По сути Ребята И рассказали На одной из встреч О Петре Алексеевича Михине Фильм назывался «Как я стал учителем» Фильм Совершенно потрясающий Яркий Интересный О человеке Который Стал учителем Для многих Не только В плане своей профессии Учителем жизни Он написал Целый ряд Книг О копной правды И по сей день Живет и здравствует И дай Бог ему Долгие лето И здоровье Вот И сегодня С разрешения Она кстати Светлана передавала Ребятам огромный привет Она с ними Выезжала Под Оржевом Они там работали Она с ними И снимала Фильм сама И сценаристы И режиссеры И оператор В одном лице Вот И Красила Спросила И с ее разрешением Мы сейчас Посмотрим Маленький фрагмент Этого фильма Почему Я выбрала Этот фрагмент Я потом скажу В нем Один из Ребят Поисковиков Виктор Бачков Правильно? Виктор Бачков Он здесь у нас сегодня? Виктор вы здесь? Нет? Нет Но сейчас Мы его увидим И Дайте нам Пожалуйста Следующий сюжет Смотришь Дату рождения И понимаешь Что Ребята молодые 20 25 лет Ты думаешь Сопоставляешь себя Сейчас Ну уже старше И получается Они совсем Как мальчишки Для меня И Ты понимаешь Как На что Они шли В свой У многих Ни семьи Ни детей Очень страшно Конечно Ну Стараешься Как Уже От этого Не думать Ну Поднимаешь Занимаешься Делом Да И Друзья Всегда Рядом Всегда Поддержка И Как Ну Естественно Совсем А В Мае этого года Я проводила Программу О Танкисте Асси Его Имя Ион Деген И так Сложилось Что Я В пятницу Это был Один из последних дней Апреля Закончила Работать на сценарии А во вторник И как бы больше не обращалась К этой теме А во вторник Он проводила программу И говорила о нем Как о ныне здравствующем И все зрители в зале Были очень рады Что надо же Вот такой Он Сам Бурденко Ему поставил Диагноз Что его повреждения Его ранения Несовместимы с жизнью Тем не менее Он выжил В девятнадцать лет Вернулся с войны Абсолютным инвалидом И это человек Который написал Самое страшное Стихотворение В войне Я постараюсь его Вспомнить И воспроизвести А то О чем сейчас Говорил Виктор Очень близко К тому О чем писал Ион И вот Этих вот Совпадений Было очень много И мне очень хотелось Прочитать стихотворение Иона Дегина Звучит оно так На фронте Не сойдешь С ума едва Не научившись Сразу Забывать Мы из Подбитых танков Погребали Все Что в могилу Можно закопать Комбриг Уперся Подбородком В ките Я прятал Слезы Хватит Перестань А вечером Учил меня водитель Как правильно Танцевать Под Испань Вот Такой контраст Здесь тоже война Ребята Тоже на войне И тоже Переживают Вот эти вот Сильные Мощные Впечатления Переживания От которых Надо как-то Уходить Чтобы психика Не поехала И вот Сейчас попробую Воспроизвести Самое страшное Стихотворение О войне Его В двух-трех Фильмах Использовали И когда он Пришел 19-летним С войны В союз писателей В Москве То Его Его не поняли Его Прикнули Ну вы поймете Почему Мой товарищ В смертельной Агонии Не зови Понабрасно друзей Дай-ка лучше Согрею Ладони Над дымящейся Кровью Твоей Не кричи Не стани Ты не маленький Ты не ранен Ты просто Убит Дай На память Сниму С тебя Валенки Нам еще Наступать Предстоит Жуткие строки Правда? Но вы посмотрите Ведь он не говорит Чтобы мне тепло было Да? Нам еще Наступать предстоит То есть Настолько Это поколение Себя Выложило По полной программе То есть Не думали о том Что Как мне согреться А надо Дело делать Надо наступать Вот Вот они Настоящие Рабочие войны Ну и мы Возвращаемся Героям нашей программы Вопрос Вопрос Такой Что Самое трудное В вашей работе? Трудно Трудно На свахту Уезжать Потому что Чувство Да Когда работаешь С архивами По определенной местности И ты понимаешь В виде цифры Потерь Что где-то они здесь Лежат Кого-то ты поднимаешь У тебя всегда остается Тот осадок Именно то чувство Что Как будто Мимо прошли И То чувство Что Где-то Не докопали Еще что-то Это наверное Самое сложное И всегда в крайний день Вахты Или выезда Экспедиции Уже Планируется Следующая экспедиция Ну то есть Уже плавно Все строится Ну и наверное Ждать весну Когда сидишь зимой Не сложно Физической усталости Там ну особо не чувствуешь То есть Идеи полностью поглощали Ну наверное Ну Не знаю Вот Можешь пройти много километров Перекидать тонну земли Там Весь грязный Мокрый Уставший прийти Выпить чай у костра И у тебя уже как это все Батарейки заряжены Ты ждешь утро Там нет такого Что там все Просыпаются утром Там нет Никто не орет Подъем Все встают Берут лопаты Завтракают И идут копать Никого не заставляют Наверное это ну То что люди Не по принуждению Там По какому-то золу Другому Вот Наверное это самое сложное У тебя А у меня наверное самое Не то что трудное А ответственный момент наверное Я это отнесу к трудностям Когда уже Достигнут Результат Работы Когда Я флумировал солдат И перед глазами Лежит листок С номером телефона Родственников И когда ты набираешь Этот телефон И вот эти первые секунды Ожидания Когда ты сообщишь И вот реакция человека На том конце провода На том конце провода Иногда она к сожалению бывает Ну вы там сами как-нибудь Вот это самое наверное Ну это Это слава богу редкость А конечно же когда ты сообщаешь Мы тето тето Не флумирован тотто тонто Тотто тотто Вы кем ему приходится И когда ты слышишь что Внук либо внучка И ну эмоции разные В общем это наверное Вот этот момент он самый наверное Наверное это самая сложность Которая может быть эмоциональная Волнительная Да волнительная Спасибо Ну а так Работаем Работаем Алексей вы поделитесь Ну Вообще Поисководительство Разбивается на несколько этапов Работа с документами Организация Найти Как бы организовать Поднять На это Поисковиков Своих Ребят И каждый этап Имеет свою Ту Свои трудности Ну их не замечаешь Они Пролетают очень Свободно И По идее Когда вахта Заканчивается И самое тяжелое На самом деле Как Александр заметил Расставаться тяжело Самое тяжелое Это расставаться С людьми С которым ты провел Неделю Десять дней Две недели И Ты с ними общался И ты ждешь Следующего Следующего Вахта Чтобы поделиться Какими-то Новостями И Ждешь Как бы Единомышленников С кем-то Можешь Поговорить Дома В принципе С женой Как бы Другие Немножко Моменты Вот Ну Пытаемся Воспитывать Молодежь И Сына С дочерью Патриотизм Сын Заказал уже Танк Т-34 На Новый год У Деда Мороза Замечательно Спасибо огромное Дорогие друзья А три года назад Мы первый раз Собирались В этом зале С ребятами И на этой сцене Произошло удивительное Событие Уникальное Ребятам Вручали Медальон Карту И землю Одного бойца Ефима Игнатьевича Цегельникова И сегодня У нас здесь в зале Присутствует его внучка Елена Обозначьтесь пожалуйста Ваши аплодисменты 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 Они приехали тогда Всей Всей Своей большой семьей Дочь Солдата Внучка Правнучка И Праправнук Маленький Совершенно И после этого Произошло Еще одно чудо Вот Елена Ну ребят Наверное лучше расскажут об этом Елена у нас Вступила в песковый отряд Она с нами Выезжала в петицию Ваши аплодисменты Дорогие друзья АПЛОДИСМЕНТЫ Это наверное самая Большая благодарность За то что сделали ребята Вот У меня вопрос Было ли что нибудь подобное Вот В этом году Я наслышана Относительно Бойца Хаза Фотографию нам Покажите пожалуйста Уникальный случай тоже Вот этому мальчишке Хотя так и скажешь Что это мальчишке Ну на самом деле На фотографии 19 лет Он на эту фотографию На фронт Он погиб 5 августа В деревне Полунина Высота 200 Обнаружен Прямо на самой первой линии Как бы наступление То есть прям после дороги Мы тщательно изучали карту И примерно Нарисовали именно картину боя То есть он к сожалению умер При первой атаке Вот В 19 лет Что самое интересное При нем был найден Смертный медальончик Он был самодельный То есть в свои 19 лет Этот мужчина Этот герой Как бы позаботился о том Чтобы Отправить весточку домой Чтобы сообщить о том Что он Не пропавший без вести Не попавший в плен Не предатель Родины Не изменник Он действительно Еще причем Он там так отметил Автоматчик То есть видать он этим гордился Очень что его взяли Автомат Ну именно как бы Автоматчиком Вот у него был Самодельный медальончик Это была С под винтовки гильза Гильза причем Была немецкая В связи с тем Что металл был лучше Просто он Ну как бы Я наверное понимал Что он дольше сохранился Возможно Я не знаю наши догадки Там была перевернутая Пуля И Ставлена обратной стороной Вот Но когда пуль из гильзы Залекли Соответственно Там увидели ниточку Потянули за ниточку И показался этот медальон То есть Он вот настолько все продумал Да Ну я так думаю Что в свои 19 Он прекрасно понимал Что это его наверное Первый и последний бой Вот Родственники найдены У него огромная Прекрасная семья Из Нижегородской области Вот Они Мы все вместе приезжали На место гибели Своего родственника Вот Его Двоеводный племянник Если так можно сказать Заслуженный художник России Он сейчас рисует картины Потрясающих раз В его фамилии Они сохранены У них так и осталось Ну как бы Не изменялась фамилия Вот И по сей день Мы общаемся Ну и вот Как-то так Именно благодарны ему Спасибо огромное Дорогие друзья А у нас есть Небольшой ролик На песню Алексея Ивакина Который использован Фотографии Весны И осени 2017 года Да Вот это Всего сезона Да И Небольшой фрагмент Из фильма Светланы Герасимовой Посмотрим Не умирая телом Мы пробуем душой Атаковать Вот наверное Это очень точное Изречение Вот с таким настроем Шли эти мальчишки В свой последний бой Ну ребят Может быть еще Немножечко статистики Вы же наверное Подводите Какие-то Итоги Алексей Да По поводу нашего отряда Как я уже говорил Ну я уже в принципе Обозначил Да Что в 2014 году 177 солдат Из них 20 именных Вот такая Как бы Наверное Плачевная статистика По именным Да Что 20 имен Грубо говоря Из 200 Это очень Печально Ну Алексей Алексей Доставил мне Фотографии Тех солдат Которых Удалось Установить Их личности Да К сожалению Вот не все Фотографии Родственников Сохраняются Но мы просим Если есть фотографии Мы просим Отправлять Посылать Ну и тем самым Как бы их листы Делаем Давайте посмотрим Еще один ролик Я поднимаюсь С винтовкой в руке Со ржавой кровью На ржавой штыке Последний окопчик Последний покой Дойти до могилы Последний мой бой Кровавое солнце Над лесом встает И рота за ротой На небо идет Пробитые каски На ребрах бинты И стоявшие письма Живые мечты Мне снился сон Где мы дойти успели Землей в крови И кровь на сапогах Мне снился сон Где умирает телом Мы пробуем душой Атаковать Мне снился сон Меня нашли вороки По косточкам подняли землю Мне снился сон Мне снился сон Приходит похоронка Той девочке С которой мы росли И я поднимаюсь С винтовкой в руке Со ржавой кровью На ржавой штыке Последний окопчик Последний окопчик Последний покой Дойти до могилы Последний мой бой Мне снился сон Меня не опознали Мой медальон Был пурью разбит Мне снился сон Осколки доставали Из сердца Моего куска земли Кровавое солнце Над лесом встает И рота за ротой На небо идет Пробитые каски На ребрах бинты И стлевшие письма Живые мечты Мне снился сон Где мы дойти успели Землей в крови И кровь на сапогах Мне снился сон Где умирает телом Мы пробуем душой Атаковать И черные кости В замерзших руках Лежим мы повзводно В сосновых гробах Патроны в подсумках В глазницах вода Я без звести павший Обычный солдат Мне снился сон Предлагаю почтить память Всех павших До Великой Отечественной войны И неизвестных солдат Минуты ночи Спасибо, дорогие друзья Ребята Сегодня ничего не сказали О тех трудностях Которые Появляются В ходе Уже работы С родственниками То, что касается Бюрократизма И Чёрствости Человеческих душ Но в прошлый раз Они Очень сильно Меня ранили Этой информацией У меня родились Вот такие строки Под заросшим окопом войны Уводившим безмолвно солдат В неизвестность Ни в рай И ни в ад Шёл в ночи Поисковый отряд Это внуков Солдатских сыны Шли на зов Непрекаянных душ Через сотни И тысячи стуш Не роптал никто Что не дёжь Шли они Через тернии лет Через омут Мирской суеты Возводя Переправы Мосты И круша Безразличия Льды Изобрезжил Однажды Рассвет Им открылась В туманной дали Души Сотен бойцов Обрели Свой покой На просторах Земли Вот Ложится На землю Снежок Покрывалом Для братских могил Прибавляя Упорство И сил Скромным Рыцарям Скорбных Дорог Ваши аплодисменты Этим Ребятам И всем Кто за их Могучими плечами Стоит И делает свое тело Совестью С Сердцем С душой Спасибо вам огромное Дорогие друзья И в завершении Нашей программы Я приглашаю На сцену Елены Пермяковой Которая На протяжении Всех Трех лет Приводит сюда Своих воспитанников Еночка мы ждем Тебя Это школа Имени Героя Соломатина Александра Соломатина Нашего Уникального Совершенно удивительного Мальчика Который Погиб уже В наше время Спасибо вам огромное Спасибо просто Нас трогали так что Впервые мне захотелось Подойти к настоящим Мужчинам И так Не по-женски Протянуть им руку И пожать ее Как бы прикоснуться К этим рукам Которые Действительно Делают Такое дело Не просто Нужное Они На самом деле Сами герои И я Как-то скромно Так Сидела И думала Вообще не смогу Ничего сказать Потому что Моя миссия Сегодня как бы В финале Исполнить Поставить Совершающую точку Нашему разговору Сегодняшнему Но у меня невольно Захотелось Плакать Сегодня Вот такие слезы Как будто Очищение Какого-то За все Что Мы с вами Сейчас Имеем И Эти настоящие Ребята Вместе с Людмила Александровна Которая так прекрасно Подала вот этот материал Вот этот Музыкальный материал Потому что Говорит музыка Она очень Помогает Эмоциональному состоянию Человека Вот этот разговор Вот этот вот Сценарий Он настолько До глубины души Заставляет Задуматься Над тем что Вот Они на самом деле Превратились В белых Журавлей И Поначалу Я должна была Исполнить Именно эту Песню Марк Бернес Известную Песню Мне кажется Порою Что солдаты С кровавых Не вернувшиеся Полей Не в землю нашу Полегли когда-то А превратились В белых журавлей И это В каждой Вот строчке В каждой В каждом сюжете Вот оно Все перекликалось И песня И поэзия И то что делают Вот эти Настоящие Ребята Из поисковых Отрядов Я даже не знаю Как я сейчас Буду петь Песню Я Приготовила Нашла В исполнении Детского Коллектива Песню Патриотическую Посвященную Все прекрасно знают И дети наверное Что у нас У Кремлевской Стены Вечный огонь В памяти Неизвестному Солдату Ну и я Как бы Прочитав Строчки Этой песни Поняла Что там Действительно Хорошие Такие Понятные Слова Для нас Для детей И решила Как бы Исполнить Сегодня здесь Я не знаю Как у меня это получится Потому что И наверное Я бы лучше Вот так стояла Еще долго Стояла и Молча Вот эти кадры Вот У меня вот Перед глазами Я Не знаю Как я это сделаю Сегодня Вот Просто До глубины души Я думаю Что ребята Еще Помогут Тем Кто в земле Не захоронен Так сказать По-человечески По-христиански Да Вот Но Души Этих солдат Они Вот там В небесах И не знаю Наверное Смотрят на нас И Ждут Ждут Своего часа Да Спасибо вам ребята Извините что так долго Ну Просто невозможно Первое Меня так пробило Ну что ж ребята Я думаю что А вы Так сказать Возьмете Эту песню на вооружение Она в общем то Не сложная Но Я думаю что Кому то Из подрастающего поколения Она действительно Возьмете В свой список Как Может быть Кто то из поисковых Отрядов Тоже Захочет ее Выучить И исполнять Тоже Я спою ее как то По своему Постараюсь Сегодня А вот в детском варианте Она тоже Очень хороша Эта песня Спасибо 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 Субтитры 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 Дорогие друзья Есть Пожалуйста Конечно Конечно Здравствуйте всем Я хочу передать От моей мамы, от моей семьи. Низкий поклон всем поисковикам, всем тем, кто умнит и поднимает наших родных, близких, дорогих нам людей. Я очень люблю отряд, дорогой Катюша, Сашу, Алексея. И вам я очень признательна, что такие отряды существуют. Это прекрасно, это очень трогательно. Я имела радость. Меня Саша пригласил один раз. У меня получился один раз. Приглашали меня много участвовать в роскопах. Мы подняли недалеко от горелого городища, недалеко от места гибели моего девушки, Цигельникова Ефима Игнатовича, девять бойцов. Меня захватило дыхание. Мальчики-герои. Есть те, кто погиб на войне. Это герои Великой Отечественной войны. А вот поисковики – это герои нашего времени. Так что спасибо. Правда, герои. Они совершают величайший подвиг, работая в труднейших условиях, перебирая действительно каждую косточку. И я хочу сказать, что действительно бойцы зовут. Я была потрясена тем, что я очень-очень долго слышала голоса, которые, мне казалось, говорили «Найди нас, найди нас, пожалуйста». Это экспромт. Меня никто не просил выступать. Я просто хочу, чтобы вы поняли, как это важно. И все, кто могли, участвовали и поняли, что сколько бы веков ни прошло, сколько бы тысячелетий, всегда будут рождаться на нашей земле те, кто будут сохранять память о наших потомках, о наших родителях, ведушек, родственников. И будут воспитывать своих детей в патриотизме. Это очень важно и очень приятно. Всего вам доброго. Я надеюсь, мы еще много-много раз будем видеться. Еще раз большой вам поклон от моих родных. От Катюши, от мамы, от мамы, от всех. Спасибо вам, Алеша, Саши. Спасибо, Елена. Дорогие друзья, мне хотелось бы пожелать нашему юному поколению Ребята, будьте сильными, будьте умными, красивыми и настолько сильными, чтобы никогда на нашей земле больше не было вой. От этого действительно зависит, насколько мы сильны, как нам будут относиться в мире. Мы очень на вас надеемся. Спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Может быть, кто-то еще что-то хотел бы сказать? Есть желающие? Спасибо. У нас еще будет возможность, особенно у ребят, прикоснуться к этим святыням. Ребята с удовольствием расскажут о этих экспонатах. Но прежде я попрошу вас всех, без исключения, подняться на сцену. И мы сделаем общее фото на праздник сегодняшней встречи. Субтитры создавал DimaTorzok